всем здравия я роман головин сегодня я на природе и хотел бы сегодня с вами поговорить о счастье что такое счастье счастье это некое состояние внутреннего равновесия гармонии себя с душой с телом хотя душу сложно конечно многим почувствовать но такое скажем до понимания равновесия внутреннего состояния с внешней средой с собой гармонии себя и окружающего мира им я бы выделил бы семейное счастье да и общее счастье потому что в целом счастье да его в принципе можно разделить и когда каждого человека спрашиваешь или человек сам себя спрашивает а что же такое счастье чтобы я хотел иметь или что я должен делать или что я должен осознать почувствовать я был счастливым естественно если спросить свой человек то каждый человек скажет чуть-чуть по-своему я кто-то и кардинально скажет кто-то скажет я должен миллиардером стать тот и миллиардером кто-то скажет я хочу вот эту женщину чтобы она рядом со мной было тогда я буду самым счастливым человеком на земле у кого-то еще какие-то представления кто-то хочет развиться духовно максимально это для него внутреннее счастье когда человек находится в гармонии с собой я бы сказал так что когда человек обладает какими-то знаниями глубокими до реальными знаниями то ему хорошо и в россии живется и в африке в америке в австралии где бы он ни жил он сила найдет плюсы потому что есть цель задачи человек каким целям задачам идет понятно что все хотят вкусно кушать не толстеть от этого до чтобы было рядом жена хорошая симпатичная любящая мужчина который будет как любить там до что женщина вы как за каменной стеной чтобы дети счастливы были но если посмотреть более детализированно все эти вещи если цепляться каждой детали в жизни да то есть вот он мне там цветы не подарил вот мне там начальнику резал зарплату вот там я шину проколол вот меня там дпс ник остановил там наказал меня за что-то да то есть ли цепляться как вот там я там ударил палец пять раз там я ударился головой там вот я ногу сломал то есть если каждый раз акцентировать внимание на такие вещи да и вам будет казаться что вы несчастливый человек и все сложное все плохо в жизни то есть понятное дело что есть программы что есть сложности у многих женщин выше развита душа тем больше может быть сложности но если вы себя настроите правильно в этой жизни если вы суть поймете до соль куда двигаться в каком направлении и больше философию жизни вот многие клиенты есть вот у меня волосы выпадает все человеку ничего больше в жизни на новую волосы не выпадают ну вот если так разобраться это вообще ну самый простой простой как бы урок жизненный да то есть ничего сложнее нету ничего проще есть большие проблемы да там когда у человека невезение финансах всю жизнь другие мечтают иметь семью но у них прописано что семьи у них просто не будет естественно многие зацикливаются над это просто отпустить эти ситуации просто отпустить их уйдите от них занимайтесь другими вопросами занимайтесь другими вещами там не знаю пойдите в спортзал накачаетесь там я не знаю чтобы какая-то уверенность в себе было пойдите еще куда-то там да там не знаю станьте хорошим бизнесменом там зарабатывать много утвердитесь в другом в чем-то если вот это вас ущемило до жизнь ущемила в этом там у кого-то там потенция сниженная там так далее то есть люди себя чувствуют несчастными на самом деле когда ты смысл понимаешь зачем ты пришел на эту планету что ты должен делать и какие у тебя жизнь уроки просто отпускаешь эти моменты скажите спасибо что вы не в инвалидных креслах сидите да там прикованный к постели там двигаются только одни глаза или один пальчик там какой-то поймите что жизнь она прекрасна на природу чаще выезжаете поменяйте работу по максимуму да там то есть не надо ничего бояться в жизни вот многие боятся там новый бизнес какой-то начать неважно 30 вам лет 40 50 60 в любом возрасте можно начать нормально зарабатывать какие-то нюансы на которых вы сосредоточены просто отпустите их они в жизни вам не нужны вообще машину хочу лучше там хочу быть здоровее там красивее там нос кривой там еще что-то там понятно что можно быть счастливым человеком да вот бывают люди вроде бы снаружи ну и в принципе ничего такого нету но люди умеют себя преподать преподнести раскрыть перед другими красиво одеться накраситься там не знаю правильно заговорить с человеком а так в принципе человек сам по себе ну даже некрасивый можно сказать но вот создал вокруг себя такую всю ситуацию и сам себе уважает сам себе любит у нее все получается и люди к нему тянутся а можно в принципе быть довольно таки симпатичным человеком да вот я себе в детстве вспоминаю как в принципе я был не урод какой-то да и фигура более-менее было подтянуты всегда было спортом занимался но всегда сложно было с девушкой познакомиться вот как-то вот сложно было да и вспоминая сейчас себя то есть ну вообще проблем нет могу на улице подойти с любым заговорить как вообще проблем нет то есть я себя переборол воспитал более психологически устойчив стал вспоминая как я первый раз видео снял на первое мое видео на youtube канале на вот на моем вот этом канале до сих пор она существует до первого видео ну то есть сейчас сравнить какой я был и какое стал небо и земля то есть естественно когда много говоришь 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 естественно отрабатывается ораторские искусства ну еще когда долго жил за границей слова плохо вязались и уже стал забывать русский язык и так далее то сейчас потихонечку опять все это восстанавливается также у вас любой сфере вы начертите что вас беспокоит жизнь есть что вам надо сделать ну допустим если эта цель недостижима вы напишите что вы бы создали чтобы в других направлениях что вы стали более скажем интересным человеком для общества там да для себя для семьи и так далее то есть если вы здесь не можете это сделать возьмите это слева справа компенсируйте за счет других направлений и все и потихонечку станете более счастливым человеком счастье внутри вас как вы этот мир построить как вы его осязать будете я тоже уже не маленький не младенец как бы да и прекрасно понимаю что и семью создал создал поздно да и занимается начиная каким-то вещами зарабатывать поздно начал и так далее то есть я тоже ну не такой простой товарищ как кажется да там что сразу родился в богатой семье там все сразу мне дали нет естественно приходится какие-то испытания проходить семейные испытания с родителями там с родственниками вызов там постоянно что-то надо учить языки учить там до доказывать что ты в этой жизни можешь быть тоже на этом же уровне когда в другую страну приезжаешь и потом один прекрасный момент начинаешь духовно развиваться начинаешь идти по своим ощущениям потом оказывается твои ощущения были правильные там ченнелинги пошли поехали начинаешь мир менять своими действиями за своим примером понятно что много еще на чем надо работать мне да и в том числе и вам как бы да поэтому ребята мы развиваемся вместе на когда какие-то вещи иногда банальные говорю какие-то вещи я говорю эксклюзивные но многие этот эксклюзив уже воспринимают как за естественные вещи вот и таким образом есть излеты и падение у меня и у вас там переосмысление начи не будет никакого развития гладкая комфортная супер счастливая жизнь в понимании каждого это неправильно то есть каждый человек вам все равно должен к чему-то стремиться то есть он получил гармонию счастья вот я сейчас выехал да на море я стою на море да я получаю удовольствие да у меня мало времени но вот эти два-три часа что что я про будущее здесь я с вами делюсь своим маленьким счастьем я хочу чтобы у вас тоже эти счастливые моменты были чаще понятно что сегодня финансовая система в мире везде создана вот я себя вспоминаю да вот у меня на протяжении 20 лет фактически был один и тот же график пол шестого встал пока доехал до учебы потом до работы в день уходил по два по три часа езды на машине и иногда я себе настолько сильно ненавидел что далеко ехать надо постоянно в пробках стоять и всегда думал когда это все закускай насколько меня хватит потому что бывали такие моменты что я раньше приходил на работу и учебу раньше уходил всегда раньше всех тоже дальше все жил приходил просто и падал просто три часа дня там четыре я уже в отрубе то есть поспал полтора часа там ну не всегда получалось потому что ну просто организм не выдерживал таких нагрузок и психологических потому что начальство давило все время так далее то человек должен такие этапы в жизни против каждого они свои этапы сейчас не хочу в подробности свою жизнь разбирать но коль я как бы существую себя на канале естественно я делюсь своим опытом там да своим пониманием постараюсь эти знания соединить с тем что я перед пережил либо если у кого-то есть возможность и желание снять совместное видео пожалуйста как человек начал развиваться попал на наш канал там что изменилось насколько он счастливый стал и так далее то есть всегда есть тема для разговоров когда человек сам всего достиг например своими силами да и какой-то знаете удовольствие внутреннее наступает что ты там не знаю там достиг духовно какого-то развития до вышел на свою программу нашел нужного человека до который рядом с тобой поддерживает когда ты начинаешь работать над теми направлениями которые тебе нравятся то есть ты желаешь этого вообще это не проблема изменить программу что-то прописать не и другую работу еще что то там но опять же это все в рамках программы будет работать и конечно может многие планку ставят с очень высокой видя своих подписчиков людей которые к нам обращаются многие люди очень высокую планку ставят и когда сущность говорит что это невозможно так сделать то люди разочаровываются зачастую в духовном развитии и в себе то есть как бы подрывается это все на самом деле нужно смотреть на вещи адекватно понятно что любого человека есть взлет и падения и это надо воспринимать нормально философски с не надо смотреть на соседа там не надо смотреть каких-то друзей крутых да у которых все есть может у него там полная импотенция там да там или он какие-то на заболеваниями болеет жесткими что чуть ли не каждый день ему надо к врачам ходить вы же этого не знаете поэтому всегда кажется что вот дорогая машина хорошая там зарплата там все у него хорошо и прекрасно это далеко не всегда да потому что допустим большие деньги они даются трудно и с большим риском поэтому старайтесь уходить от каких-то клише каких-то стандартных идей мышлений вот есть возможность просто нет денег просто выехали на природу за неважно куда пускай сибирь будет там лес снег красиво шишки там да и так далее белки бегают живете в южном регионе там в лес куда-то еще куда-то классно здорово вот я сейчас стою там сейчас вот получается 6 ноября когда там получаю удовольствие жил на кипре там получал удовольствие там иногда в лес можно выйти там да на природу где-то погулять с мыслями собраться иногда просто медитируешь и уже кайф от того что есть возможность просто помедитировать и за время медитация куча разных проблем решается в моей голове какие-то новые мысли приходят и так далее но опять же если чего-то бояться то смысл вообще жить не надо ничего бояться не надо не темных бояться понятно что есть моменты когда тебе прессовать начинают они это жестко причем прессуют начинаешь открывать рот много темных говоришь прессинг начинается начинаешь меньше говорить они от тебя отваливают да как говорят все это чувствуется очень сильно не потому что защиту пропускает или ее там нету а потому что они влияют на в целом да на ваших друзей на подписчиков там клиентов там и так далее то есть они могут это делать а люди которые не имеют защит они имеют стабильной психики да не имеют стабильного развития и знаний на них очень легко темным влиять то есть они очень легко на них влияют то есть создает такие условия чтобы они не дошли до нас там допустим или еще чтоб какие-то мысли в голове не нужны появлялись очень много такого и можно на эту тему бесконечно говорить то есть надо радоваться каждому мгновению до солнца выглянуло классно уже настроение есть там да там есть возможность каким-то интересным людьми пообщаться которые вам нравятся общаетесь не надо себя в чем-то ограничивать но когда есть знание все равно мы живем в рамках знаний то есть если мы просто там пошел налево пошел направо куда жизнь вы ведь это неправильно естественно надо что-то планировать развиваться читать даже когда вот я например есть время что-то читаю интересное то я уже получаю удовольствие да то есть я знаю что я себя развиваю развивать себя можно и физически да и умственно и душу развивать можно то есть интеллектуально мозг отдельно развивать много чего можно развивать и все это нужно в жизни не нужно чего-то бояться не нужно уходить от системы там систему тоже надо знать ее тоже надо изучать и в институтах в академиях университетах учиться на базу какую-то имеет потом развиваться сравнивать эти информации так далее с таким образом происходит понимание человек становится более в равновешенном и физически развитым и духовно развитым и умственно развитым понятно что есть какие-то ограничения всегда виде жизненных уроков виде кармы мы их тоже надо отрабатывать и хорошо что вы сейчас к этому пришли они следующей жизни или через пять жизней и уже вы счастливый человек что вы дошли до этого до чтобы вы вышли на нужную информацию на понимание взялись за себя да и начали развиваться если вы чувствуете что слишком быстро развитие пошло отпустите себя расслабьтесь там да там почаще на природу выходить там с друзьями там с любимой там с детьми и так далее немножко отпустите ситуацию которая на вас давит иногда вы сами на себя давить а зачастую многие люди они ничего не могут сделать потому что во первых и дети и человек никуда пойти не может так далее то есть такие все нюансы они конечно у каждого существуют вот тему это можно бесконечно развивать не один час вот но вы всегда отмечаете себя в блокноте до чего бы вы хотели достичь что у вас есть какие проблемы на данное что вас гложет сильнее всего как эти проблемы решить какие-то частично проблемы или полностью можно за счет сущности решить если это жизненные уроки или в этом кармические какие-то проблемы то стараться развиваться в других направлениях что вы свое внутреннее его удовлетворили другими моментами в жизни дата что более уверенно себя чувствовать что надо в жизни что вы себя более уверенно чувствовали вот каждый должен определиться до написать как двигаться не получается самому к нам обращайтесь всегда поможем расскажем поделимся опытом сущности спросим помощь сущности вопросу сущности рекомендации всегда это можно сделать пишите свои комментарии под этим видео хорошего настроения и будьте счастливы всего доброго до свидания